Друзья, приветствую вас из солнечной Хоргады. Меня зовут Ольга, 11 лет, я живу в Хоргаде и все эти годы помогаю туристам сделать их отдых в Египте максимально комфортным. Подписывайтесь на мой канал, добавляйте в социальные сети, ссылки я оставила под этим видео. Всегда рада новым друзьям и подписчикам. Сегодня я продолжу рассказ об отеле Лепаша. В прошлом видео я показала территорию, номера и пляж этого отеля. В этом видео я расскажу вам о питании, барах, ресторанах и анимации. Отель работает по системе все включено 24 часа. В All Inclusive в данном случае входит проживание в номере, пользование территорией отеля, бассейнами, горками, пляжем, анимационная программа в течение дня, тренажерный зал в спа-центре, завтраки, обеды, ужины в главном ресторане, обеды в баре на пляже, напитки алкогольные и безалкогольные в лобби-баре 24 часа, в баре в главном ресторане во время работы ресторана и в баре на пляже с 10 утра до 5 вечера. Сразу отвечу на часто поднимаемый туристами вопрос о комарах и муравьях в отелях. Комаров в Хургаде много в прохладное время года, то есть примерно с ноября по апрель. Чем холоднее погода, тем больше комаров. В жаркую погоду комаров практически нет. Если в жаркие месяцы у вас в номере есть комары и их много, с большой вероятностью они живут и размножаются в вентиляции. Бороться с ними в таком случае очень сложно. Нужно требовать поменять номер или провести полную обработку, в том числе и вентиляции. Сейчас в апреле комаров в Хургаде с каждым днем становится все меньше и меньше. Они активизируются в вечернее время, поэтому старайтесь не открывать вечером балконные двери и окна, чтобы не запускать в номер этих непрошенных гостей. По поводу муравьев ситуация прямо противоположная. Зимой, когда прохладно, их нет, но они начинают активничать в жаркое время года, то есть с марта примерно по ноябрь. Старайтесь не оставлять в номере крошки от еды и продукты без упаковки. Еду складывайте в холодильник, иначе набегут муравьи. И произойти это может в любом отеле. Это особенность климатических условий. Конечно, чем старше отель, тем больше шансов повстречать этих насекомых у себя в номере. Борются с ними работники отеля спреями типа дихлофоса. Я лично обрабатываю помещения спреями без запаха. Они продаются в хозяйственных магазинах. Или гелем от тараканов и муравьев российского производства. Это очень эффективно помогает. Завтраки проходят с 7 до 10 утра в главном ресторане, который расположен в основном корпусе на втором этаже. Ознакомиться с часами работы главного ресторана можно при входе в ресторан. Состоит он из основного зала и веранды. Блюда на шведском столе постоянно обновляются. Давайте посмотрим, чем хорнат на завтраке в отеле Паша. Посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас египетское национальное блюдо. Фасоль белая. Это у нас помидорки под сыром. Кашка рисовая. Кто отдыхает с детьми, кашка рисовая прям отлично. Тосты обжаренные, голенки. Картошечка вареная. Сосисочки египетские. И круассаны. А Людочка у нас решила фуль попробовать и меня угостить. Я всегда говорю, что в отеле фуль готовят невкусно. Вот мы решили попробовать. У меня буквально одну ложечку. У них даже здесь для приправки, да, мне одну ложечку. Для приправки стоит соус тахина. Очень полезный соус. Да, одной хватит. Вообще в фуль можно добавлять и огурцы, и помидоры. Для того, чтобы получить ее вкусовые качества. Ну вот я первый раз буду пробовать с тахиной. Раньше никогда не пробовала. Люда мне говорит, что очень вкусно. Да, сверху обязательно полить лаймом. Сейчас возьмем. И вот этот сыр. Многие его творогом называют. Это на самом деле сыр фета. Липа египетский называется гибновита. Ну и здесь тоже самое. То есть повторяется. Ну, выбор не огромный, но позавтракать нормально можно, в принципе. На овощном столе всегда присутствуют капуста белокочанная и краснокочанная. Махали, так называются маринованные овощи. Свежие помидоры, огурцы, сладкий перец, салат, натертый омарок. До свидания. Блинчики можно полить шоколадом, есть тостер, можно поджарить хлеб. В баре основного ресторана на завтраке есть напитки в охлаждающем автомате, холодное молоко, готовый сваренный кофе, кофе растворимый, какао, сахар, разнообразный чай в пакетиках, горячая и холодная вода в кулере. Алкогольных напитков на завтраке в главном ресторане нет, они есть круглосуточно в лобби-баре. Вот наш завтрак. Людочка предлагает начать сразу с кофе. Кофе у нас не отельный, привезен Людочкой, очень вкусный. Сейчас буду пробовать это вкуснятие. Посмотрите, какой отличный вид с балкончика, очень солнечно, тепло. Все завтракают. И наш завтрак. Омлетики, помидорчики. Все свеженькое, все вкусненькое. Нам очень понравился фуль в этом отеле. Да, и я говорю, фуль очень божественная. Вы уже поменяла место? Да, мам. Все свежести. То место было на солнце. Вот мы начинали завтрак за этим столиком. Очень ярко светит солнце, нам стало жарко, и мы пересели в тенечек. Продолжим разговор о фуле. Фули – это египетское национальное блюдо для завтрака. Египтяне завтракают фули и лепешечками. Кстати, лепешечки я здесь не заметила. Нет, есть лепешечки. А ложечками фуль даже и не принято есть. Но туристам можно. Ну да. Лепешечки есть, и у лепешечков он, конечно, смотрится вкуснее. Вот эти египетские лепешки на завтраке. Они называются аиш-баляди. Ну, очень вкусно, мне понравилось. Это вообще, скажем так, полезная еда. И это бобы, которые являются вообще альтернативой мясу. Так что рекомендуем, особенно к тем, кто на легетарианстве, на веганстве. Рекомендации от доктора Людмилы. Да ладно тебе. Да, конечно. Скрими, ну вот, скрими. Ничего не скромнее. От доктора всегда приятно получить рекомендации. А еще в сочетании с тахиной, которая содержится в куче амирокислот. И оказывается, тахина тоже безумно полезна. Это вообще, скажем так, стопроцентная зарядка на весь день. Питательные вещества, полезные микроэлементами, омега-маслами. Вот скажи, что такое тахина. Потому что я думаю, что многие не знают, что это такое. Ну, тахина это перемолотый кунжут в пасту, в массу, с добавлением лайма. Немножко масла любого вида, чтобы получить пастообразную форму. Получается, да, получается соус. Вы его можете видеть на шведских столах. Часто его к рыбе, к мясу подают. Можно фуль добавлять. Серым оттенком, кремовый цвет. На вкус очень-очень вкусный. Так что рекомендуем, обязательно пробуйте. И фуль в этом отеле. Обычно в отелях ее готовят невкусно. Но в этом отеле очень вкусно. Я оценила, как человек, который много пробовал видов фули. Здесь действительно очень вкусно. И полезно. В баре в ресепшене, в лобби-баре, стоит кофейный автомат, кофе-машина. И можно ваш любимый кофе. Вот я, например, попучина хочу. Сейчас мы отпробуем. Мы пришли сразу же после завтрака. Мы очень-очень симпатично выглядели. Мы пришли сразу после завтрака сюда. Потому что на завтраке кофе, конечно, непотребный, мягко говоря. Просто ужасный. Но если спуститься вниз в лобби-бар, то уже совсем другое дело. Вот посмотрите, это ресепшен. Ресепшен. Бар. И в свободном доступе напитки. Что далеко не во всех отелях бывает. Поэтому здесь Лепашечка просто молодец. И такой же ассортимент чаев в свободном доступе. Вот мы были недавно в Тиахаец. И там мы просто воевали за чай. За пакетик чая. Его в свободном доступе не было. Бармен нам швырял просто этот чай. А здесь, посмотрите, какая красота. Подходишь и сам берешь чай, какой хочешь. Рядом. Причем бармен швырял, вообще непонятно с какой стати. Да, непонятно с какой стати бармен швырял. Вот еще раз покажу кофемашину. В общем, в этом смысле Лепаша молодец. И как бы свои 4 звезды отрабатывает. Мы на обеде. За 30 минут до окончания обеда хочу отметить, что все блюда обновлены. Все свеженькое. Все кастрюльки полные. Сейчас покажу вам. Сейчас время 2.30. Обед заканчивается в 3 часа. Ну, рассказывай. Балерина, что ты там набрала? Мясо, огурец, красивое. Вот видите, какие цветочки очаровать. Для нас. Для нас? Да. Ну, спасибо за ботушка. Помидончики. А вот это называется по-арабски гир-гир. Или египтяне говорят, что это виагра египетская. На самом деле это рукава. Вермишелевый супчик. Посмотрите, как он выглядит аппетитно. Сладкий фруктовый стол. Не блещет разнообразием. Тут у нас что-то мандаринки. Тортики. Сильно большого выбора нет. Из фруктов только финики и мандарины. Но хочу заметить, что отель в центре города, поэтому фрукты очень недорогие. У нас еще 30 минут до окончания обеда. И сейчас время 2.30. Посмотрите, все есть в полном объеме. Макарончики под соусом. Давайте заглянем сюда. Здесь у нас рис с мелкими макарошками. Здесь у нас овощи тушеные. Это кабачки, картошечка, морковка. В томатном соусе. Овощи вот такие. Вот цветная капуста, краснокочанная капуста, кабачки, морковка. Все это на пару приготовленное. Говядину обалденно готовят в этом отеле. Просто тает ворху. Очень вкусно. Это лазанья. Все, обратите внимание, прям свеженькое, обновленное. Это курочка. Несмотря на то, что через 30 минут уже обед закончится. Это такая ситуация далеко не во всех отелях в Египте. Например, мы недавно были в Титанике. И там очень плохо все это обновлялось. Это рыбка. То есть до окончания ужина было еще час. А вот блюд уже, собственно, есть уже нечего было. Уже было все вкусно. То есть вот обратите внимание на этот момент. Или Паша. Все свеженькое, горяченькое. Все обновляется. Молодцы. Так, вот мы набрали наш обед. Ну как, девчонки, вкусно вам? Вкусно, вот особенно курица. Курица вкусная? Курица, смотрите, пошпарила курочка. Курочка обалденная, да. Люлюша, тебе как? Ты ж сильно есть хотела. Голодная была. Нормально. Бутилированной воды в барах отеля нет. Но во всех барах есть питьевая вода в кулерах. Можно наливать в свою тару. Напитки на обед в главном ресторане и в баре на пляже представлены в полном объеме. Безалкогольные и алкогольные местного египетского производства. Пиво-бутылочная стелла. Автомат с кофе, кроме бара в лобби, есть также и на пляже. Пообедать, кроме основного ресторана, можно также в баре на пляже с 13 до 15 часов. Выбор основных блюд в этих местах отличается. На пляже часто что-то готовят на гриле. Но обратите внимание, что тарелки на шезлонги уносите с бара не рыбка. Девочки, берите мне тоже. Смотрите, какая рыбка. Просто отличная рыбка. А как перчет по-арабски фельфель? Мне нравятся здесь помидоры настоящие. Да, помидоры очень. В этом году помидоры... Микс. Нет, я не хочу микс. Что ты хочешь? Только перец? Перец? Помидоры? Мама, только сибирь. Фельфель томатов. Дальше пицца, но у меня уху нет. Фор герл, бэс. А кому еще помидоры? Такие вкусняшечки у нас есть. Ой, девочки, как ярко, как красиво, как вкусно. Оля, как куфточки положить? Можно. Ну, значит, и сюда. Мне нужно нечего. Майдес, у меня сами привезти, алло. Смотрите, какие у них заготовочки для пиццы. Уже готовенько все раскатано. И здесь вот наполнители. Можно выбирать, что вы хотите для пиццы. У нас обед в пляжном баре. Расскажите, девочки, вкусного? И что там вкусного у вас в тарелочках? У нас в тарелочке очень вкусные египетские помидоры. Сладенькие, мясистенькие. Вкусненькие, вкусненькие. Огурчики, перчик. Перчик, кстати, очень сочный, несмотря на то, что это темно-зеленый перец. Как бы в России он не очень сочный, но здесь он очень сочный. Наивкуснейшее пекинское помидорство. Рыбка, я правда не знаю, как она называется, но ее запах, я еще не пробовала, но запах такой источает, что вообще хочется ее съев, не отделив кости. Слезть не отделив кости. Вот мне издалека я рыбку не унюхала еще, но сейчас присоединюсь к этой теплой компании и тоже отпробую рыбку. Наташа, у тебя что там вкусненького в тарелке? Рыбка гриль вообще просто вкусна, очень цельная, на гриле сделанная, лаймом сверху полихая. Да, в специях обсыпанная. А у меня детская порция, то, что любят дети. Картошку, садельку. Так, Наташа уже рыбку попробовала. Да, я ее уже попробовала, поэтому говоришь, что она очень вкусная. А это моя порция. Рыбка меня ждет. Пицца, садельку. Детская порция, да, вот то, что любят дети. Макароны, пицца, картошка. Это все детство. Анимационная команда состоит из четырех человек. Шеф-аниматор Джерри, он уже много лет работает в этом отеле. И многие туристы знают его и его факир-шоу. С ним работают три девушки, которые проводят акваэробику в бассейне или в море, занимаются с детками в детской комнате, проводят бочу, волейбол на пляже, танец живота и стрейчинг, вечером детскую дискотеку и вечернее шоу. Кроме этого, бывают приглашенные артисты и живая музыка в пивном баре в лобби. Водные горки работают утром и после обеда. Это отличное развлечение для детей и взрослых. Тематические ужины в Лепаше проводятся каждый день с 7 до 10 вечера в главном ресторане. С темами ужинов можно ознакомиться при входе. Бар как всегда работает, напитки разносят. Может официант, видимо, за дополнительную маленькую денюжку бакшишек принесли. Можете сами в баре взять напитки. Можно кушать в ресторане внутри, можно кушать на улице тоже за столиком. Очень приятная атмосфера. И с видом на анимационную площадку. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь баклажаны тушеные с мясом. Мясо с зеленым горошком. Так, это у нас кабачки тушеные, похоже, с вареными яйцами. Это в соусе бешамель, цветная капуста, брокколи, помидорки и, по-моему, картошка. Это курочки тушеные в соусе, выглядят очень аппетитно и пахнут аппетитно. Это запеченная в фольге картошечка. И к ней соусик вот такой. Это, видимо, йогурт с зеленью. И последняя, нет, еще не последняя кастрюлька. Это рыбка. И лимончик. К рыбке соус. И что у нас? Такой горячий. Да, это рыбка тоже с овощами. И это кабачки с капустой тушеные. А что за супчик? Как называют это? Наверное, чечевичный. Ой, это мой любимый. Это суп... А нет, овощной. Овощной? Ну, он с чечевицей, скорее всего. Это зимний египетский суп. Называется адс. Адс. Ребята, это уголок египетской национальной кухни. Вот это рис с макарошками приготовленный. И вариант ужина в другой день. Рис с вермишелькой. Фасоль тушеная в томатном соусе. Египтяне любят томатный соус. Микс из овощей, приготовленных на пару. Мясо тушеное с морковью и кабачками. Мясо тушеное с баклажанами. Макароны с мясной подливой. Тушеный картофель. Тушеная рыба. Готовят в отеле довольно вкусно. Перебора с солью и перцем нет. Все в меру. Посуда чистая, без сколов и трещин. Официанты деликатные. Пустые тарелки со столов убирают быстро. Посуду с едой не трогают. Так, а что вы ждете? Кофту? Писту ждете, а кофту вы уже на браке. Отлично, сейчас я тоже приду за кофтой. А это уголок с различными спагетти. Да, давай, покажи нам, что там. Это томатный соус. И тут такие вот спагетти, два вида макароны. Я намесена сейчас в этом. Макарончик. И готовые посудочки. Готовы уже намешаны. Тут на такой веранде проходит ужин. Пиццу делают по спецзаказу. Можно заказать наполнитель, который хочется отведать. Пицца. То есть моментальный эффект. Ну, не совсем моментальный. Начало нашего ужина. Что у нас в тарелочках? Это у нас египетский суп Ац. Сейчас я его попробую, заценю. Действительно ли он вкусный. Написано, что он овощной. На самом деле он варится с чечевицей. Добавляется картошечка, морковь. И помидорка, чесночок и египетские специи. Очень вкусный суп-пюре. Кому нужен рецепт, пишите в комментариях. Обязательно вам расскажу. Еще мы взяли вот такое вот египетское национальное блюдо. Супчик называется Малахея. Я, конечно, не очень правильно произношу, но смысл такой. То есть это из зеленой травки. Травка Малахея так и называется. Она собрат шпината. Очень полезная травка. Очень полезный супчик. Зелененький. Рекомендую всем. Ну и вот у них сегодня кофта на гриле. Такие мясные люля-кебабчики. Наверное, из баранины. Вот они. Ну, от Ольга из баранины. Скорее всего, из баранины. И по запаху чувствуют, что из баранины. И я еще налила соус тахина. Вам его уже рекламировали. Очень полезный соус тахина. И очень вкусно это все кушать вместе с куфтой. Похоже на вкус. Похоже на вкус. Количеством зелени. Вот зелень чувствуется очень сильно. Кинза, по-моему. Петрушечка. Написано Egyptian Corners. Но... Уголок египетской кухни. Да, сегодня, я так поняла, не египетская кухня. Но по вкусу... Corners, я так поняла, это же кукуруза. Ну, по вкусу вообще... Не кукуруза. Нет, Corners это уголок. Уголок египетской кухни. У них, видимо, по пятницам. Пятница это выходной день в Египте. И они делают египетскую кухню. Вот это вот все такое свеженькое, вкусненькое. Свеженькое, вкусненькое. Не верьте никому, что у лепашек лук кладет. Замечательно. Вкусненькое. Всегда все свежее. Найсвежайшее просто. Глаз радует. Да, ассортимент маленький. Но я всегда говорю, вы же думаете, не готовите столько тоже есть. Всегда есть, что выбрать, что покушать. Главное, всегда свежее, вкусное. Ничего заветренного, ничего полежавшего. Каких-то, кстати, нет майонезных салатов, от которых чаще всего всевозможные диареи бывают. Просто нарезанные овощи. Да, раздельные компоненты, отдельно соусы. Пожалуйста, смешивайте. Так, а вот девчонки у нас, смотрите, что принесли. Они порадовали тетю Люду пиццей. Пиццу, которую делают по спецзаказу. С наполнителями, которые хотите лично вы. Не хотите грибов, не получите грибов. Хотите грибы, будет вам с грибами. Горяченькое только из печки. Да. Ну, мне некуда поставить тарелку. Некуда поставить тарелку. Смотрите, еще вот такое мясо они там нарезают. Ура! Ну, еще его море делать. Ребята, мы в восторге от супчика, который значится овощным. После того, как выключилась камера, мы стали трапезничать. И первая ложка мне доставила такое удовольствие пищевое. Я тоже попробовала. Попробовала свой супик обалденный. Просто обожаю. Все в меру. И соль, и специи. И консистенция. Такая вкусовая палитра вообще. Теперь я протестирую. Как это для детей. Давай протестирую. Вообще-то у меня дети такие супы не едят. Ну, сейчас посмотрим. Детская мини-дискотека проходит достаточно зажигательно. Начинается она в 8.30 вечера. Музыкальное сопровождение по большей части на русском языке. Аниматоры – наши девочки. Бар в ресепшене работает 24 часа. Всегда в наличии безалкогольные напитки, коктейли, пиво-бутылочное «Стелла», автомат с различными видами кофе и какао, кулер с питьевой водой, горячий и холодный. Можно самостоятельно заварить себе чай. Алкоголь местного индивидского производства. Ром, виски, водка, бренди, узо, текила, джин. Напитки во всех барах наливаются щедро. Обратите внимание, что питьевая вода круглые сутки доступна только в лобби-баре. В баре главного ресторана и в баре на пляже кулеры доступны только в часы работы этих баров. В комнатах есть бутилированная вода за дополнительную плату – 15 фунтов за полуторалитровую бутылку. Вечернее шоу-программа начинается в 21 час. Представляет собой танцевальное шоу, шоу приглашенных артистов или факир-шоу в исполнении шеф-аниматора Джерри, который уже не один год удивляет гостей отеля представлением с применением гвоздей и битого стекла. Отель в целом оставил хорошее впечатление. Если вы хотите отдохнуть относительно недорого, не тратя ни доллара сверхоплаченного тура на берегу Красного моря и в центре города, отель Лепаша – неплохой вариант. Еды и питья здесь достаточно. Не нужно задумываться, сколько денег придется доплачивать за каждый свой шаг, как это бывает в Европе или Юго-Восточной Азии. Если вы планируете свой отдых не только на территории отеля, интересуетесь экскурсиями по незавышенным ценам, пишите мне в социальные сети. Ссылки я оставила под этим видео. Отвечу на все ваши вопросы. Спасибо вам за просмотр, за ваши лайки и за ваши комментарии. Продолжение следует...